Решил, надо возвращаться на малую родину и реализовывать здесь проект в сфере медицины. Поэтому построили вот этот центр, решили принести весь опыт, который есть в международной практике. Это проект частный? Это проект абсолютно частный. Соответственно, мы привлекли финансирование от Фонда развития Дальнего Востока совместно с Бирбанком. Вместе с ними реализовали первый этап проекта. Около 3000 квадратных метров отделения педиатрии, своя лаборатория и отделение узких специалистов со всеми детскими врачами. Медицинский центр «Аленка» – наглядный результат работы по реализации программы кредитования малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке. Оценить его в рамках рабочего визита в Приморье приехал председатель ВПРФ Игорь Шувалов. Это наше хирургическое отделение. Соответственно, палата пребывания пациентов, манипуляционные комнаты. Можно посмотреть типовую палату, он еще не работает, но вот как раз планируем запустить в следующем году. Сделку со Сбербанком по очередному финансированию Центр детского здоровья закрыл буквально на днях. Средства взяли как раз для оборудования хирургического кабинета. А началось совместное сотрудничество в 2016 году, когда появились первые программы Сбербанка и Фонды развития Дальнего Востока. Их цель – развитие предпринимательства в регионе. Суть программы заключалась в том, что были определены определенные критерии, когда при финансировании кредита поступало софинансирование со стороны ФРДВ определенной части кредита. Естественно, это софинансирование гораздо дешевле, чем обыкновенное рыночное коммерческое кредитование. И в результате мы получали более лучшую ставку для конечного проекта за счет вот этого микса денежных средств собственного коммерческого банка, в данном случае Сбербанка, и Фонда развития Дальнего Востока. Для того, чтобы продолжить развитие, медицинский центр открыл уже третью кредитную линию в Сбербанке. Актуальность и перспективность работы медцентра в банке оценили сразу. Финансирование выделили за считанные дни. Основное направление использования финансовых ресурсов было оборудование. Медицинское оборудование, соответственно, в принципе, 95% средств было направлено туда. Это анестезиологическое оборудование, наркозно-дыхательный аппарат, аппарат искусственной вентиляции легких, световое оборудование, соответственно, такой перечень. В ближайших планах руководство медцентра строительства и открытие клиник для всей семьи с полным перечнем медицинских услуг. Ведь количество клиентов только этого отделения Намаковского за год выросло почти на 50%. Сегодня его посещают от 750 до 1000 пациентов в день. Анна Бережная, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.